что говорит давай еще говорим объявили давай вопрос это не теряй время где проходит грань между тщеславием и гордыней и как отличить вот в себе вот это вот тщеславие гордыню чтобы не перейти вот эту грань вот и слова гордыню бы не знал если бы не встречался что говорят священники у них так одно прелесть и гордыня все а сами абсолютно 57 процентов канонов полностью нарушается вот моченые которые подходят нет нет крещеный крещеный не будут крестить даже но ясно что мошенники и не гордыня ничего у них нету каждый творит что выдумают этого нигде нету в природе нету не при жизни человека чтобы люди так столько правило ли как сказать то что положено делать гордыни а чего ты будешь гордыни это мучиться то где она была гордыня вот начинайте это не гордость а гордыня это же тоже различие есть вот этот маслеников когда там разборы делает где вот столько с этого записать надо все это мимо идет главный вопрос рождения свыше если человек не родился во его и не никак не заставишься выполнять он будет все время спорить не понимает здесь бог будет тебя вести открывать почему ты решил так не знаю на ответ не знаю это означает поступаешь так как другие не поступают бог это показывает а чем гордиться ты ли гордыня ты если ты в углу это сидишь это маленькая сделал тебя уже захлёстывать а если ты живешь этой жизни христианской каждый день и новые люди приходят через твою делать то что ты делаешь на небе радость такая тебе думать об этом даже нет а вот возгордился вот они за только смотрят от зависти все это братья продали и осипа по зависти ну так какая зависть а что цветной халат ему отец шил пилат знает что христа предали из зависти они не могут это делать и в этом свете который господь имел с собой это все поблекло встречаться с настоящим христианином когда бывает где-то другое там буддисты мусульмане я видела это дело то они сначала расколол раскрыл отец а потом сразу крылья поджимает и все нельзя нельзя так мыслить ничего нету совесть не обслуживание его нисколько не осуждает совесть ты пробуди ее она тебе сразу подскажет не дядя почему серахов говорит совесть твоя подскажет больше чем 7 наблюдателей за тобою не мучайся этим павелки гордиться то нечем и благодари бога где-то слава богу нечем гордиться где разница какая все это краснобайство работать надо работать амулевский как писатал работая руками работаю маму работая без устри ночью и днем а тому что будет то будет пускай так нужно работать мы дружно давай работать не давать покоя себе со сном борись во всем экономии значит что у тебя на питание сколько уходит основное на дело божие вот даже которые тут получили подарки книгами мне никто это не будет давать я должен где-то отработать достать и видеть эти плоды что не начнешь я говорю вот это мы сделали какая причина ты а человек когда ничего подобного не делал сразу вот он гордится то другое ну давайте замолкнем грешный супер грешный ничего нету почему я как-то говорит 218 покажи веру твою без дела я вижу что делать и никаких нету божественных я покажу из дел а какие как доктор бою бачков павел пишет тоже павел поместили семинаристов на самом журнале покров слабкиным по разному горит относится но тысячи людей не сотни тысячи пришли к богу через него и все патриархию в это куда денете и сразу всего сдохла собака ничего нету а я об этом даже не думаю все новые и новые люди приходят я вот с кем не разговаривал больше ни у кого этого не было почему доверия богу я говорю ты как вел себя там глеб якунин священник не какой-то депутат верховного совета везде он был да никак там сидят то шахматы играют в пешке эти у меня этого не было день разбитые на пять частей примерно в каждой части сейчас полтора молитва псалтырь просчитывается за два дня весь новый завет за семьей тысячи поклонов и сколько людей новых пришло первая ночь и первая ночь так еще там только она вызвала тебя стану здесь около косяка негде встать так около косяка а тут эти кровати шконки как называют он сдымает мне в лицо я не помешаю молиться и дала постепа с ума сходит по-своему все я молюсь а утром в семь человек становились на колени с вами вместе молились там свет не выключается можем мы будем с вами молиться мы тут уже союз заключили табак весь пустили в туалет а сколько там прошло людей какие были я с кем бы только не разговаривал ничего подобного не было почему доверия богу нету водительство духом должно быть кто духа христова не имеет тот и не его каждый раз спрашивает а почему ты решил ли мы в это я не могу найти вопросы отвечать я и я чувствую чувствую бог посылает и всего если еще человек не делает у него ничего не бывает а у меня все время новые новые события мои года моего богатства сны не рассказываю но иногда приходится грудь два человека к нам приходят а я в это время по артистам то в театрах искал мастера художественного слова мне нужно закончить масонство 14 лет отдал насчитать о христианах 20 века которого димитрия ростовского нету он раньше жил и архипелаг гулаг насчитать я еще не рассказал в это время в день уже встречаться два человека я говорю мы были как под скалой один уходит а мы остались под скалой это значит как бы не придавило так и будет который остался ему потом он себя за кришнаита выдавал голову отрезал и бросил на престол но мы все сделали и кому надо это послушать его голос зайдите на наш сайт если не знаешь меня спроси и вы увидите вот материалы какие 20 век христианство масонство и архипелаг гулаг солженицына он начитал помогал голос именно тот который мне казалось что он таким должен быть у чтеса такого а почему никто этого не идет откуда я знаю почему библию начитанной пеперу пустить чтобы первым мне бог доверил доверие вызвал божие я первый насчитал 12 томов златоуста на пленку не просто так а чистая запись чтоб шла 12 томов жития святых 5 томов доброта любви григорий одиченко 4 книги 4 и каждый по 800 страниц сколько время ушло почему никто это не сделал а в пленке катушки 375 метров 8 часов 20 минут на каждой они разъехались перешли границу там в аргентина тоже америка туда вот как почему да не могу я ответить на эти вопросы я вижу что книг нету вот так симфония не было на неканонической книги его самостоятельно стал делать в течение года 5 на 5 этих крик ветх которые не канонические надо было все это записать выстроить какая буква полфают у куда что потом отпечатать это все экземпляров 8 почему никто не занимался этим но вот теперь когда мы издали у нас есть на неканонической книги отдельно там 18 корректоров у меня было и до конца никто не дотянул это не выскажешь какая работа это по цифрами каждая буква какая полфают у вот все дальше всегда в седу полфают у следующая буква за ней тоже полфают уйдет но попробуй маленько где-то состав симфонию на одну главу какую-нибудь и ты увидишь что у тебя получится я все время добавляю у меня нет гуманитарного церковного образования нету и я не нуждаюсь в этом потому что с которой говорят академии кончает ничего все по-другому выглядит когда господь с тобою у меня обращение было ну там пять минут что помолились на мне больше 20 минут мне одновременно бог дал рождение свыше и крещение духом святым огонь по всем костям разлился как у иеремии это только делает бог по благодати все это господь видел мою жажду и так сразу дал все я сколько проповедовал через три месяца уже стоял за капитрой а златоуса то я не имел блаженного пепелакта в руках не было а когда стали они у меня я их переписал отпечатал я говорил то что там написано откуда бы я это знал но бог делает это его благодать он берет сама негодная поэтому слова гордость прелесть я вообще не знаю этих слов все это от пустоты если ты с богом какая гордость какая гордыня чем когда я прах и пепел мы каждый день молимся будь милостив ко мне грешному бесчиславец и грешил какие еще молитвы то надо считать боже будь милостив ко мне грешному каждый день мы это считаем а если ты грешный за счет дальше уже до расчет будет а мы каждый день согрешаем сами того не зная вот так павел вопроса после нету это тоже достижение значит предыдущие вопросы люди устроили или что-то возьмет александр он сколько задавал и ни разу не было чтобы был не согласен а вот что такое прелюбодеяние а что такое любодеяние ну начинает это где-то я один раз отвечаю кратко многое в немногих словах почему повеление божие я часто спрашиваю молодые люди идут о чем вы сейчас разговаривали стоят перемигиваются не знают о чем а выйду у меня все время в голове или проповедь слога или что притом не просто отрывками с запятыми она тоже весьма необычно это бог делает так вот я в москве когда бываю на берсеневке отец кирилл вот сахаров он сразу меня переодевает и на проповедь вот приехал здесь сейчас я не вижу отец на ум грузия он тоже меня говорить проповедь это уже два или три переводчика а до этого больше никто не приезжал а когда были молочком побыли и все это бог дает отмечает вот эти рамки ты из них не выходи и не поворачивай назад взявший гетералла то есть плуг и обрящийся вспять неуправен для господа то есть ненадежен и ты все время понимает а сегодня последний день и чем я предстану вот я открыл 135 псалом я сразу заявил первый стих я сказал проповедь а там кажется 26 стихов я сказал 26 проповедей будет завтра буду говорить на 2 стих на каждый стих проповеди вот у нас в университете мы старю небесный пелет и однажды решил объяснять его я объяснил за 60 60 проповедей сказал царю небесный утешители души истины 60 проповедей то одну то не скажет человек почему этим ты живешь за каждой буквой ты видишь благодать божия и что никто не противоречит нет такого нет записки когда присылает я поэтому вижу у нас не принято чтобы кричать дисциплина строгость а так распустили может они знают у тебя врагов сколько давай поговорим сколько у тебя врагов которые против тебя идут здесь в интернете павел нету нету а почему нету у господь гнали меня будут дать и вас господь гнали меня пророков гнали кого не гнали все гнали а у вас я даже думать не буду сколько у меня я знаю черный список говорят уже 300000 раз занес только хулителей я за ночь стою 71 звонок с угрозой вот телефон почему потому что все в точку и они где-то там находят заходят и они как бешеные делаются вот у нас был тут один с украина и они когда уезжают они совершенно бесноватая за каждое слово и вы выигрывает в нем что-то была оказана честь принятый был питался ел пил спал ушел туда как будто 7 злейших человека вошли а что им отвечать никогда не отвечаю зачем отвечать если он избранный господь покажет ему а нету то бесполезно говорит он вылупается там почему или его там прижали я так считаю прижали его ездил туда кто там такого сказал у меня был если у меня авторитет какой-то низвергнуть и он заходит такую скверну говорит мне до того смешно выискивает а ничего нету нету а раз нет значит ничего и нет а ему значит видимо там условия иначе пойдешь воевать у них он сейчас по альтернативной основе он может было как вот у нас сейчас в украине отменили для баптиста протестантам есть могут они там служить но не с оружием для православных нету винтовку в руки иди ну разве справедливо кришнаи там разрешается вот какое дело тоже надо знать почему далеко залезли я пояснил как-то тут у меня ролик стоит почему так вот случилось почему войска пришли туда по-другому никак не могло быть и когда вот люди говорят вот такие оккупанты пришли да будьте он там на президента ну там пустота попятились далеко пошли и чем это кончится а почему потому что вся зараза все церковное вот это извращение все с украины пришло и когда эти тут сколько архиереев ездят а до того они злобные вот у нас только дали на алтай тут до этого который был он не знает не разговаривал но только кто-то сказал что деревня строится православная и туда священник ездит и он сразу всех созвал и предупредил кто поедет туда значит будете выгнатые все ни разу не встречался не видел господь убрал его а теперь митрополит с родным отцом меньше было бесед ну кто знает кто был как он приезжает два раза в году потеряем q и секретарь и хористы там мы кто вот и к нету и как будто он наш архиерей хотя мы патриархии никак не подчиняемся и к ни одного дня мы у них не были нельзя не сразу растерзают наше положение такое вот так все полное молчание но еще наверное молиться надо хорошо я буду спрашивать пускай как ответят так надо посмотреть любой 1 шевкина есть есть у вас что так долго молчал это открывается христос воскресе пропоют братья сейчас и сразу помолиться своими словами поблагодарите бога и в конце прославьте святую троицу и громко скажите аминь согласно все во славу божию во имя отца и сына и святого духа аминь ангел вопияж и благодать нечистая дева радуйся и пак и реку радуйся твой сын воскресе 3 дней над гроба и мертвые воздвигнули люди веселитесь а святись а святись а новой иерусалиме слава бога господня на тебе его сия ликуй и ныне веселись а сегодня ты же чистая красусь а богородицы о восстании рождества твоего господи иисусе христе сыне божий я благодарю тебя мы все тебя благодарим милосердный наш господь за то что ты нам даешь собираться в это мирное время за веру которую ты дал мне я благодарю тебя господи за наше содружество за братьев и сестер за отца моего духовного игнатия господи благослови всех всячески и веди нас господи по этому пути тесному но ведущему в царство твое господи милосердный продли еще это время чтобы мы потрудились во славу имени твоего и больше благовествовали и приводили людей господи в церковь твою святую да будет благословена и прославлена имя твое господи отец сын и святой дух во веки аминь 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 спаси христос аминь 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 санц die ни о своем Grasvatес это не исслед сто дол læ скab